привет всем хочу начать с того что некоторые люди утверждают и в беседах и в интернете и в разных интервью которые мне приходится времени от времени давать хотя это дело ненавижу что я пропагандирую западную культуру что я несу в массы вражеское влияние вот эту самую западную разлагающую культуру хочу вам сказать что ничего подобного потому что никакой западной культуры не существует в природе также как и русской культурой финской культуры японской культуры и любой другой национальной культуры национальные корни конечно есть везде но если говорить о понятии культура не о народном творчестве которое у всех разное а понятие культура то культура она вообще одна она на всей планете едина вот есть культура и все и другой культуры нет вот она одна и в этой связи я хочу сказать что пластинки группы king crimson например и романа льва толстого для меня совершенно одного поля ягоды явление одного порядка это то что называется культура которая понятно всем считывается всеми всех делает либо лучше либо хуже либо не делает вообще никак ничего но для тех кто для тех кого не делает она никак есть другие области культуры не обязательно слушать king crimson может слушать другую музыку и не читать льва толстого читать что-нибудь другое но из разряда культуры скажем так так вот культура едино и все и в том числе культура в области бита культура битников знаете что такое битники да кто такие битники что такое бит поколение это 50-е годы соединенные штаты америки такие литераторы как джеки руак нил кэссиди аллен гинсберг и ряд других которых я не знаю на самом деле потому что творчество битников меня никогда не вдохновляла мне их книги не нравились может быть понравится когда-нибудь когда я стану стареньким буду читать на заваленке джека керуака на дороге например роман который я читал у меня не понравился но это дело вкуса опять-таки кому сами знаете да кому что многие нравятся майк на уминка например был в восторге от керуака перечитывал на дороге бесконечно говорил что это величайший писатель я доверяю майку он очень образованный был человек начитанный понимающий культуру но опять-таки дело вкуса кому-то нравится кому-то не нравится мне нравятся другие книги мы с майком даже выпивали однажды за то чтобы наши отношения не были такими как у тургенева с гончаровым потому что майку нравился тургенев а мне нравился гончаров и продолжает нравиться а тургенев с гончаровым друг друга не любили вот вот в чем дело но это культура и это культура все остальное дело вкуса так вот пластинка бит группы king crimson нового воплощения группы king crimson которое случилось в 1981 году с выходом альбома дисциплина роберт фриб эдриан бельюн тони левин билл бруфорд четыре человека фриб говорил еще в 1974 что рок-группам монстром приходит конец они скоро вымрут как динозавры и на их место придут маленькие мобильные коллективы что и случилось с группой king crimson она превратилась в маленький мобильный коллектив выпустила эпохальный альбом дисциплина о котором я говорил уже и следующим альбомом был вот этот самый бит который вышел в 1982 и эта пластинка на мой взгляд по крайней мере может быть я не прав я ну я со своей колокольни смотрю она находится чуть-чуть в тени в творче в обсуждениях творчество группы king crimson вот этого воплощения уже с эдрианом белью и с левиным очень зря потому что пластинка концептуальная в некотором роде она вся посвящена творчеству тех самых битников тому самому элену гинсбергу джеку кирваку не лу кассиди и она очень монолитно она очень компактно монолитно очень осмысленно и она вся в контексте того самого литературного творчества 50-х годов первая песня даже здесь который называется нил and jack and me то есть подразумевает подразумевается нил кассиди который был водителем автобуса группы grateful dead свое время и несколько песен grateful dead увековечили нила кассиди гарси с большим пиететом относился к нему много просто другом группы grateful dead также как и другом джека керуака известного писателя о котором я чуть уже выше сказал так вот нил and jack керуак скобках and me и я и эта песня она написана от лица автомобиля не помню какой марки не помню какой марки не кадиллака а чего-то другого 1952 года выпуска там так и поется и дрянам белью am will i'm moving will и я родился в 1952 году и на этом автомобиле едут соответственно нил кассиди джек керуак и я человек который поет моторная песня абсолютно развивающие те приемы те звуки ту игру которая началась в пластинке дисциплина теми же самыми моторными брейками билла бруфорда с ядерным басом тони левина с его стиком две гитары переплетающиеся роберта фриппа и адриана белью в общем красота быстрота ярость ну от лица автомобиля если написана песня можете себе представить как она должна нестись она так и несется следующее произведение heart beat очень интересная штука она пульсирующая все ну понятно что heart beat сердцебиение да и вот это сердце она пульсирует песня про любовь песня обращение к женщине эдриан белью поет опять-таки то что мне дико нравится такая моторная очень не подкладка а моторная музыка очень витиевато и жесткая быстро и медленная голосовая партия медленной линии который идет в разрез с мелодиями которые играются гитарами басом и ритмом которые играют барабаны так вот песня посвящена женщине она лирическая с красивой мелодии но в левом канале все время звучит метрономный такой пикающий звук пикающий звенящий я сначала не обращал на это внимание думаю звук и звук просто добавка в общую звуковую картину а потом вдруг пришло понимание что это звук медицинского прибора который отсчитывает не удары сердца но вот пикает что все нормально лампочка мигает прибор пикает и вот этот звук он совершенно меняет восприятие всей этой песни просто меняет я повторяюсь повторяю что раньше не обращал на этот звук внимания потом вдруг пункт господи так вот же в чем дело я не знаю имел ли ввиду белью именно эту штуку именно больницу и пикающий прибор и обращение к женщине лежащий на койке но художественное произведение иногда получается гораздо умнее своего создателя не в том смысле умнее что создатель идиот а в что она иногда говорит больше чем то что хотел сказать автор что автор подключается к этой самой общей мировой культуре о которой я говорил сначала да и культура сама через него идет музыка слова они идут через автора автор лишь транслирует то что через него вдруг идет это называется вдохновением если мы помним еще это слово вот вдохновение это и есть то состояние когда через тебя вдруг начинает переть неожиданно откуда взявшиеся слова неожиданно откуда появившиеся ноты и вот этот звук он конечно сразу сворачивает головы и восприятие песни то есть она становится настолько объемный эта песня настолько умный настолько тонкой хотя она и так красивая даже без этих вот моих объяснений сартори in танжер инструментальная штука следующая которая тоже вся идет от битников сатуре in satire in париж есть такая книжка битническая не помню кто ее написал но отсылка здесь прямая к этому произведению очень красивая гитарная музыка неземные звуки реверберация тембры такие которых не было доселе даже в пластинке дисциплина все время люди работали с тембрами в этим мэн еще одна лирическая пьеса эдриана белье у многие обвиняли эдриана белье в том что он тянет в попсу группу king crimson ничего подобного никакая если бы вся попса была такой я был первым любителем попсы я бы говорил что я обожаю попсу я обожаю песню waiting man и любимейшее произведение которое открывает вторую сторону невротика там все там там и майлз дэвис и автомобильные гудки полицейские сирены свистки шум толпы и дикий совершенно рядом авангардный джаз рядом с авангардным джазом такая музыка которая была и раньше у king crimson на паре пластинок а здесь она просто выплеснулась таким фонтаном чудесных жестких нервирующих звуков невротика нервы которые нам делает большой город господа вот это самое невротика очень очень мощная не скажу что это красивое произведение она просто разрывающая мозг это тот самый king crimson который мы все любим который пришел оттуда но зазвучал совершенно современно вот эта самая невротика to hands еще одна пьеса белью еще одна красота песня написано белью вместе с его женой но вся king crimson никуда не девается она вся сохраняется и даже умножается все сложно все гитарно запутано заменчено завернуто склеено и разорвано в общем одно сплошное удовольствие до холдер еще одна отсылка к поколению битников к произведению под названием вой по моему его написал кировак если не этого написал аллен гинсберг это стихотворение аллена гинсберга за саму вой ну и до холдер это в чистом виде вой чистейшем виде но при этом это законченная песня с текстом с куплетами барабаны у вас две гитары вокал но в целом эту песню можно воспринимать как бой это такое такое видение как бы выглядел бой если про него написать песню вот песня до холдер и получилось и реквием финал гитары реверберация космос king crimson то что было раньше но то что звучит теперь по-новому великолепный альбом он короткий он 35 с небольшим минут всего идет но как я уже говорил он не размытый не растянутый без многозначительности ложный без пафоса очень роковой очень роковая пластинка при этом не банальная так как всегда у фри побывает интересная неожиданная и очень цельная поставлю я его пожалуй сейчас и послушаю еще раз одновременно буду пить вместе с вами пока